Вечер у Камина Вечер у Камина Вечер у Камина Это делается для того, чтобы было комфортно нашим жителям, но самое главное – это безопасность, потому что там, где нечисть образуются сосульки при падении, могут жители получить травму, а выйдя на скользкую дорожку, можно подскользнуться и также получить травму. Сколько сейчас в вашем обслуживании домов на территории округа? На территории округа у нас 267 многоквартирных домов находятся в управлении. Территориально они находятся в городе Мытище и в Поведниках – Зеленое, Нагорное. Что касается обслуживания, какие дома относятся к категории более сложных, если говорить опять же про уборку снега, чистку крови? Начнем с того, что все дома сегодня являются непростыми. Прежде всего, сложности сегодня возникают в связи с тем, что мы видим запаркованность очень высокую. Возле каждого дома стоит припаркованный автомобиль. И когда мы осуществляем очистку территории, всегда заранее делается обращение к владельцам транспортных средств о том, чтобы они их убрали на время механизированной очистки. Только дворник осуществляет уборку между машиной, а само парковочное место остается снегу. Ну, а второй момент. При очистке также кровель. Те машины, которые припаркованы возле домов, так отметить хочу, что все-таки они припаркованы с нарушением, потому что парковка менее 10 метров от дома запрещена. Люди их паркуют практически под окнами, и в результате тоже приходится, затрудняет эту работу по очистке. Ну, действительно. Расскажите, а информацию о том, что будет производиться уборка, вы в чатах или также объявления на подъезды развешиваете? Ну, прежде всего, хочу сказать, что возле домов стоят губернаторские щиты, в которых есть график уборки. А во-вторых, когда планируется механизированная уборка, она планируется заранее, хочу сказать, в целом по стране графика. Но, как показала эта зима, да, январь месяц, вы видели, что снегопады идут по 3-4 дня. И, конечно, техники и людям приходится работать в 24, так скажем, на 7. Практически круглосуточно. Да, круглосуточном режиме, и поэтому здесь, конечно, мы вывешиваем хотя бы за 2 дня объявление информационное о том, что завтра у вас будет проводиться, или через день будет проводиться механизированная уборка. Просьба убрать машину для того, чтобы произвели очистку. Ну, и также очень мы используем с удовольствием чаты жителей. Хотя хочу просто отметить, что в чатах, ну, процентов, наверное, 15-20, это максимум жителей, которые там активно общаются между собой. Ну, что касается чатов, наверное, все-таки пандемия, да, нас, можно сказать, заставила и включила нас в эту историю общения постоянно в интернете. Но, может быть, в этом есть и свои преимущества. Жители могут не выходить, не собираться на улицы в дождь, в снег, в мороз, а там общаться и узнать все новости последние. Ну, вы правы абсолютно. Конечно, формат сегодня обращений граждан в электронном виде, обращения по телефону. Потому что сегодня, действительно, мы тоже стараемся ограничить прием. Это не только в целях своей, скажем, прежде всего безопасности, а в целях все-таки безопасности тех жителей, которые к нам приходят на прием. Потому что мы стараемся, чтобы максимально они получали свою услугу или, скажем, ответ на свои обращения в удаленном доступе. То есть обращаясь либо по телефону, либо в чате, либо в электронном виде. Николай Михайлович, расскажите, а сколько у вас задействованы специализированные техники, а также рабочего, наручного труда? В ежедневном режиме это порядка 7 единиц техники. Я имею в виду конкретно, если говорить о тракторах, не считая просто автомобилей типа «Газель», «Самосвалов». Если взять и «Газель», и «Самосвал», еще порядка 5 единиц. Ну, а дворников именно, людей, которые осуществляют ручным способом уборки, более 100 человек. Этого достаточно было этой зимой или сил не хватало? Вы знаете, в целом для содержания территории этого достаточно. Но когда, так скажем, пиковая такая идет нагрузка, то есть когда снег идет не один день, 3-4 дня, конечно, ну, жители были не совсем довольны многие тем, что одномоментно не происходила уборка территории. Но все равно, скажем так, рабочие и работники старались справляться с этой нагрузкой. И все равно жители видели, что входные группы, тротуары очищались в первую очередь. А есть ли, возможно, какие-то нововведения или изменения в правилах по уборке территории? Например, вот я знаю, что дорожки должны быть расчистены до асфальтового покрытия, даже в зимний период. Ну, сегодня, в принципе, так и делается. Если вот сейчас даже обратить, несмотря что сейчас у нас вот теперь началась, конечно, это что облегчает нашу работу значительно. Но я хочу сказать, в целом тротуары, входные группы, дворники расчищают до основания. То есть либо для асфальтового основания, либо для плиточного. Поэтому сегодня, что касается в городе Матейщих, мы видим, что эта работа производится. Конечно, внутриквартальные дороги отстают, потому что там уборка производится механизированная. И объем снега, который нужно очистить с дороги, он, конечно, значительный. А что касается вывоза мусора с территории, со дворов, это как осуществляется? Ну, вот смотрите, сегодня содержание территории и контейнерных площадок содержания, это вывоз мусора, он все равно происходит одновременно. При обильном снегопаде существует порядок уборки, где в первую очередь должны быть убраны входные группы, тротуары и контейнерные площадки. Это те элементы, которые должны быть убраны в первую очередь. И поэтому, как правило, при снегопаде обильном мы этим занимаемся, для того, чтобы в том числе и вывоз мусора осуществлялся на регулярной основе. Но хочу отметить, что и здесь, конечно, все равно возникали затруднения. В чем затруднения? Первое, при очистке контейнерной площадки жители ставили машины, парковали рядом. То есть запаркованность опять, то есть проехать техники для вывоза, так скажем, мусора было сложнее в этот период. Сложнее, да, действительно проблемы, которые озвучиваем. Ну, если это и было, то это обычно один, ну, максимум два дня. Потом входит опять все в рабочий цикл. Да, расскажите в целом, ваша организация, как проводит работу с нашим региональным оператором, все ли отлажено или есть какие-то места, где нужно, возможно, улучшить контейнерные площадки или увеличить график вывоза мусора? Хочу отметить, что за этот период, который уже сегодня существует региональный оператор, в целом все эти вопросы, они урегулированы. Там, где была необходимость увеличить количество контейнеров, это было сделано. Там, где необходимость увеличить количество вывозов, это тоже сделано. В планах, конечно, у нашей управляющей организации по согласованию с региональным оператором уже стоит где-то порядка четырех контейнерных площадок, которые мы будем уже в этом году расширять, то есть увеличивать количество контейнеров. Но сейчас именно на данных контейнерных площадках вывоз осуществляется два раза в сутки, скажем так. Николай Михайлович, но впереди у нас весенний период, расскажите, какая подготовка осуществляется, все-таки, возможно, поводок будет? Ну, вы правы, сейчас, конечно, при содержании территорий и когда будет оттепель, активно мы начнем отводить воду от жилых многоквартирных домов, чтобы не было подтопления подвальных помещений, активно осуществлять расчистку ливневой канализации для того, чтобы вода уходила. Хотя у нас есть территории, на которой мы знаем, где периодически это происходит, поэтому они на особом у нас контроле находятся. Может быть, адреса скажете? Ну, в частности, это силикатные 47-й и 45-й дома при строительстве домов новостроек на Стрелковой. Скажем, эти дома оказались ниже по уровню, чем дома новостройки. Раньше вода естественным путем уходила. Направление улицы Стрелковой – это 6-й, 4-й дом, 8-й. Сейчас дома построены, и вода, скажем так, силикатные 47-й и 45-й дома при, неважно, таянии, при дожде, все время накапливается там. Ну, я как пример привел. Поэтому уже была выездная комиссия, было принято решение рассмотреть вопрос об устройстве дополнительных колодцев, об устройстве труб, ливневую канализацию силикатных 45-х и 47-х домов с канализацией Стрелковой. Да, мы помним, мы в прошлом году, летом, да, у нас было серьезно, и ливневка не справлялась. Это на территории индустриально, и действительно вопрос, наверное, об увеличении ливневой канализации. Ну, если вы говорите об индустриальной 3.2, то там была дополнительная острая решетка. Сейчас посмотрим, то есть приемная. Посмотрим, как сработает. Да, посмотрим, как сработает, да, потому что там действительно была она индустриальная, именно Олимпийская 36, в 36-х домах вот здесь вот в этом, скажем, пересечении улиц была. Ну, и там проведены были работы, и, как говорится, весна покажет, будет ли справляться. Поэтому все в рабочем режиме, все под контролем. Николай Михайлович, последний вопрос. Какими обращениями к вам приходят жители? Какие у них вот сейчас были главные вопросы за эту зиму? Хочу сказать, прежде всего, хочу отметить, что практически ни одного обращения не было по отоплению. Холодно в квартире. До 1 мая обычно это отопительный сезон. То обращения были единичные, вот за весь период, наверное, 2-3 обращения по отоплению. И то это были исключительно такие локальные места, меры были приняты, и сейчас там нормализовано отопление. Это хочется отметить, это очень большая работа в зимний период. Вот за всей работой, которую мы сегодня ошлим на уборке территории и сосулек, мы забыли о том, что все-таки... Жителям было тепло. Все-таки до сих пор тепло. То есть мы находимся все-таки не в южной стране, где температура плюс 20 всегда. Все-таки у нас морозы. Это хочу отметить первое. Ну, а второе хочу отметить, конечно, большое обращение граждан именно по уборке снега, очистке внутриквартальных проездов. Ну и, если говорить, это кровли, конечно, кровли, потому что такое большое количество снега на кровлях, это большая нагрузка. И имеет место быть где-то протечки, но это локальные такие, скажем, обращения, и мы их также отрабатываем сразу же. Делаем ремонт, который возможно сделать при такой температуре и при такой погоде. Ну и включаем это в план уже весенне-летних работ и более глобально займемся. Но хочу отметить, что даже по протечкам кровли это особый у нас контроль, потому что здесь заливает жителей, если что. Ну, конечно, протечка крыши, и это серьезные вещи, и не дай бог никому не столкнулся. Да, я вот поэтому на это отметил, сделал, так скажем, акцент, потому что для жителей не все ли равно, что у него происходит в квартире. Страдает квартира, страдает его, прежде всего, имущество, и поэтому мы это понимаем, и все. Конечно, главное – это проблема жителей. Мы знаем, что сегодня очень много вопросов возникает, особенно возникает, когда происходит протечка с кровлей. И каждый житель должен знать, что мы этот вопрос держим на контроле. Каждая квартира, которая, возможно, возможно, хочу отметить, или есть протечка, у нас стоит на особом контроле и проблема. Мы жителей обязательно решим в положительных погодных условиях, мы выполним полный ремонт кровли. И в следующем году у жителей этих уже проблем не будет. Ждем весну, Николай Михайлович. Ну, весну мы все ждем. Мы ждем не потому, что только растает снег, но и будет солнце, будет приятно, будет хорошо всем. Согласна с вами. Николай Михайлович, спасибо большое за эту беседу, и будем ждать вас снова. Вам спасибо большое. Вечер у Камина на этом завершен. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»!